всем привет сегодня я буду готовить пирожки с яйцом и зеленым луком для их приготовления нам понадобится тесто любой который подходит для пирожков вы можете приготовить по своему любимому рецепту кто-то может быть в магазине купит то тесто которое я использую я оставлю ссылочку можете воспользоваться именно моим рецептом для начинки яйца зеленый лук немного растительного масла оно должно быть рафинированное соотношение начинки вы делаете по своему вкусу но приблизительно сколько яиц у вас по объему столько же по объему должно быть примерно зеленого лука соль перец все по вкусу яйца почистили и нарезаем их теперь мелким кубиком нарезаем лук сюда мы добавляем соль перец все по вкусу и немного растительного масла 2-3 столовые ложечки тщательно перемешиваем а тесто отщипываем небольшие кусочки и делаем шарики размер шарика будет напрямую влиять на размер пирожка из каждого шарика будем делать лепешечку припудриваем и разминаем вот так пальчиками растягиваем тесто теперь в серединку каждой лепешечки выкладываем начинку старайтесь делать не очень много чтобы вам удобно было защипнуть потом краешки пирожки выкладываем на расстойку они должны немножечко подняться полежать и таким же образом делаем все пирожочки поэтому Одну партию я отправлю в духовку, поэтому её нужно смазать взбитым яйцом. Духовку разогреваем заранее до 200 градусов. Теперь пирожки отправляем в духовку. Выпекаются они примерно полчаса. Остальные пирожки мы будем жарить. Для этого наливаем с поворот в растительное масло и хорошенько его разогреваем. Пирожки выкладываем шовчиком вниз и жарим на небольшом огне с одной стороны и с другой. Готовые пирожки выкладываем на тарелку с бумажными полотенцами. И закладываем в следующую партию. И таким же образом пережариваем все пирожки. Духовые пирожки мы перекладываем в мисочку. Их нужно накрыть полотенцем и дать им немножко отдохнуть. Это буквально 15-20 минут. Вот такие красивые румяные пирожки у нас получились. Для тех, кто будет готовить из этого теста, такого же, которое и я готова, готовила, вот я покажу, какие они получаются. Вот такое тесто. Вот оно пушистое-пушистое. Они толстенькие, получается много начинки. И такое достаточно тоненькое тесто. Очень вкусное. И покажу, как выглядит жареное. Вот то же самое. Мягкие-мягкие. Они уже немножко остыли, но все равно, я думаю, понятно. Очень вкусно. И это несложно готовить. Я думаю, если приготовите, тоже все понравится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.